Обучить профессиональных стрелков. В детской и юношеской спортивной школе номер один занимаются около 50 ребят. Из них 20 уже принимают участие в престижных соревнованиях. На базе Центра спортивной подготовки они занимаются ежедневно, по несколько часов в день. Для начинающего стрелка прицеливание не главное. Главное соблюдать технику безопасности, уверенно держать оружие и плавно нажать на спусковой крючок. Секция по стрельбе была обустроена 17 лет назад собственными силами. Сегодня финансовую помощь спортивной организации оказывает областное управление спорта. Орловские стрелки постоянно участвуют в соревнованиях всероссийского и международного масштаба. С первенства России воспитанники спортивной школы привезли золото и серебро. Очень плодотворные получились соревнования с тем, что мы выявили ошибки стрелков, почти всех стрелков, которые ездили, они были очень нужны. То есть вот очень хорошо, что мы туда выехали. На базе Центра спортивной подготовки работают семь тренеров. Павел Суханов обучает детей с момента основания секции. Среди первых его воспитанников был и собственный сын. С детства папа в тир меня добрался с собой на работу. Потихонечку-то, маленечку понравилось. Сначала не нравилось, потом завлекло все и сейчас до сих пор здесь. В спорте Никита Суханов уже 13 лет. Итог – третье место в командном первенстве мира, восьмикратный призер чемпионата Европы. Сегодня Орловский стрелок готовится к очередному первенству Европы. Готовится и волнуется. По взрослому я еще ни разу не был на Европе, потому что недавно вышел только из юниоров. 21 год. И за два года я успел универсиаду студентов, второе место личное занял. И еще два командных места. С огнестрельным оружием на «ты» и эта хрупкая 18-летняя девушка. Анна Петинова на тренировку приходит с чемоданом оружия. Два пистолета гастролирует вместе с девушкой по всем соревнованиям. О своем увлечении будущий юрист говорит так. Мы проходили соревнования в городе, среди школ. И мы стреляли из мематического пистолета. Мне понравилось. И тренеру очень понравился. И решила пойти. Уже в марте воспитанники примут участие на мировых стартах в Польше, а затем будут готовиться к первенству России и Европы. Научиться АЗАМ, а затем стать профессионалом может каждый. Однако в этом спорте, как и в любом другом, необходима физическая подготовка. Без нее, как уверяют тренеры, никуда. Наталья Чунина, Эдуард Черноускас, телеканал Первый областной.